Все, пожалуй хватит на этом вводных видео о Нью Гейм Плюс, пора заняться действительно серьезными вещами и наконец решить, какой билд круче. Вы уже заметили, что мой последний билд не идеально подходил для Нью Гейм Плюс, пришлось его даже наспех пересобрать. Это действительно жестокий мир, с рогами на 10 и более уровней выше, которые диктуют свои правила. Пора провести серию тестов уникальных билдов. Пойдем мы по мутациям. Первая трека мутаций предлагает интересные криты на магию, которые мы конечно же проверим в рамках общего магического билда. И странное увеличение урона при парировании или без парирования. Вообще не знаю что это такое и может быть когда-нибудь потом проверим. А также интересующий нами текущий момент рефлект демейдж, то есть возвращение полученного урона обратно врагу. На мультисерверах по Lineage 2 это было особым искусством, собирать билд со 100% отражением урона и получить божественное бессмертие. Именно с этими мыслями я решил сегодня поэкспериментировать над мутацией «Ядовитая кровь» и попробовать вместе с вами собрать рабочий билд по возвращению урона на Нью Гейм Плюс. Урона Привет ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Изучив все скиллы, отвары и навыки я нашел всего 4 составляющие умеющие возвращать урон в том или ином виде. Основой послужит мутация «Ядовитая кровь». Она говорит нам, что каждый раз получая урон мы возвращаем его часть врагу. Если максимизировать интоксикацию, то это более 500% возвращаемого урона и в итоге мы должны получить практически 5-кратный возврат. Например, у нас 10 тысяч хп, нам наносит урон в 5000, вернуться должно около 25 тысяч. На самом деле, несмотря на довольно большую цифру, это крайне мало. Еще есть отвар Лешего, который по описанию возвращает всего 2% урона, но мне кажется, это глючное описание и на текущем уровне развития это хотя бы раз в 10 больше. Если нет, то по сути настойка становится бесполезной. Не забыл я и о знаке Квен, а точнее последнем умении в этой линейке, отвечающем за возврат урона. И самое последнее, это зачарование для доспеха «Воздаяние» у мастера рун из дополнения «Каменные сердца», которое по описанию с 30% шансом отражает некую часть урона. Теоретически, если все эти элементы объединить, то мы сможем убивать врагов даже не получая урона, ведь есть защита Квена, парирование, уклонение, блоки и суммарное отклонение всех вышеперечисленных навыков. Теперь о прокачке. Все очки вкладываем в максимальное увеличение здоровья, защиты, сопротивления. На себя одеваем, конечно же, медведя, в руки, наверное, можно поставить мечи Грифона, ну, для увеличения силы Квена. Во время записи я ставил медведя, так как хотел получить бонус от сета на знак Квен, но потом заметил, что часть из гроссмейстерской превратилась в мастерскую с увеличением брони. Как это получилось, до сих пор остается загадкой, но бонуса, как вы понимаете, я не получил. На самом деле, невелика потеря. Броня одета, билд построен, пора переходить к практике. Начнем с накеров, обитающих недалеко от мастера рума. Не самые сильные враги, удобные для теста, а эти вдобавок еще и уронены на 10 выше меня. Ну, вы как бы сами все видите, накеры не только не сносят мне щит Квен, но и наносят, да и бог, если по 10 урона. Учитывая откат в 30-60 единиц, я уже вижу, что откатывается только тот урон, который потенциально проходит на персонажа после всех степеней защиты и сопротивления. Но давайте проверим это на других врагах с более сильным разовым уроном. Например, бандиты. Сильные и сносят щит примерно за 1-2 удара. При этом Квен также возвращает им по 30-60 урона, что означает, что он не объединяется с другими элементами билда, и без прокачки сил и знаков просто бесполезен. Стоит его убрать. Без щита враги наносят колоссальный урон, снося по 50-90% хп. При этом возврата урона практически нет. Возможно, он поглощается их броней. Сейчас ощущения от билда крайне негативные. Я думаю, стоит протестировать его на мобах моего уровня и пересобрать, исключив Квен. Далее я провел ряд экспериментов. С разными монстрами, разной броней, разной защитой. Вот что я выяснил. Любой возврат урона идет только от фактически наносимого по нам урона. Поэтому вкладываться в защиту просто не имеет смысла, в отличие от здоровья. Ведь чем меньше защиты и чем больше хп, тем больше возврата урона будет. Поэтому перебил, стоит делать, учитывая эти данные. Я взял самую начальную рубашку, наложил на нее зачарование на тяжелый доспех. И одел обычную одежду для максимизации хп с минимизацией брони. Щит Квен, как и полагалось, бесполезен в рамках отката урона. Без доспехов, мечей, рун и мутаций на силу знаков. Мы вернемся к его тесту, но уже в рамках магического билда, в котором мы рассмотрим все знаки и их работу с новыми мутациями. Отвар лешего, как и написано в его описании, возвращает всего 2% урона. Но в отличие от других навыков, возвращает этот урон в любом виде. Сделали ли вы у ворот, парировали или просто заблокировали, 2% все равно возвращается врагу. Это было бы отлично, если бы не было так грустно. Я теоретически понимаю, что данный показатель можно разогнать, ну например, до 8%, если использовать этот отвар и подкрепить его мутации, которая рандомно накладывает 3 дополнительных отвара. Ну если она вдруг решит выдать тебе еще 3 отвара лешего сверху. Но даже 8% это мало, учитывая, что у врагов обычно хп гораздо больше, чем у нашего персонажа. Зачарование доспехов в воздаянии ни с чем не стакается, а потому по факту бесполезно. Работает само по себе, при получении урона возвращает около 30% с 30% шансом, что не всегда дает даже один из трех пропущенных ударов. В целом, этого я от нее и ждал, поэтому ладно. А вот мутация Ядовитая Кровь меня разочаровала. Ее описание нагло врет. Ну, хотя как врет, примерно как маркетологи и рекламщики, продающие нам товар. По закону все верно, но по сути обман. Первое и самое главное, враги не получают чистый возврат урона. На них накладывается некий критический эффект, что-то вроде яда, если судить по названию, или кислоты, если смотреть на анимацию. И что еще хуже, этот возврат урона растягивается во времени, на 3 или даже 4 тика, и при повторном ударе он не стакается, а обновляется. Что даже не дает собрать заявленный возврат урона при активном бое. И это при условии, что для его активации необходимо получить урон. Ни парирование, ни уклонение его не активируют. Ребята, ну, если быть откровенным, я и не ожидал, что данный билд хоть сколько-то будет хорошим. Изначально я планировал протестировать его, а потом на основе тестов собрать действительно рабочий билд, где главным или хотя бы дополнительным элементом был бы этот самый возврат урона. Но, кажется, я переоценил его силу в Ведьмаке 3. Да я с его помощью с трудом убиваю несчастных призраков своего уровня. Это действительно бесполезный навык. Он будет работать только если у Геральта будет хп больше, чем у врагов. А этого не будет никогда. Более того, у врагов хп в 10 или даже 100 раз больше. То и как дополнение к основному билду использовать эти навыки незачем. Вся надежда остается разве что на Квен в магическом билде. Но его мы рассмотрим попозже. Поэтому на этом все. Видео заслужило лайка и подписки на канал. В конце я покажу вам, как текущий билд чувствует себя с мобами неизвестного нам уровня. И заодно прошу вас подумать. Может быть я что-то упустил? Может быть есть какая-то мега броня? Или отвар, о котором я забыл? Напишите об этом в комментариях. А я пока пойду тестировать билды на арбалетчика, бомбера и мага. Увидимся в следующем видео. На этом всем пока-пока. Что? Драться расхотелось? Драться расхотелось? Драться расхотелось? Ну? Сколько мне еще ждать? Ах и гнусный же ты! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok